Это называется потребительский экстремизм. Только упакованный вообще больше ничего, даже сколько хранится. И температурный режим. Вот такой с Иркутсом. Посмотри, вот это вообще, это камень какой-то. А, у них, кстати, твердый сыр, так называются. Камень. Просто видишь, тут по краям темнее, а внизу 10 светлее. Не, ну посмотри. Это значит старый. Он нам подходит? По маркировке он только упакован, а вообще больше других нет. Смело можно есть. Смело можно есть? О, а вот это. А как вы относитесь к таким вот? Ёпт эти. Это вообще, они тебя в заблуждение вводят. Ну да. Вес разный. А, цена разная. А как так? Цена разная. Сыры-то разные. А, все понял, все нормально. Сыры, да? Да, да. Я считаю это. Ну, здесь то же самое. Здесь, а не подскажешь, сколько он хранится? А, вот 12 часов я вижу, да, сейчас я нашел. Но это с момента упаковки или производства? Упаковка. А когда его произвели, машина уже 20 лет назад, машина уже протук дает. Ну, я не знаю. Ну, а когда его произвели? Вот, вот этот. Ну, вот эта упаковка. Зеленый? Не, ну тут же вместе, даже нельзя отдельно купить, все все вместе покупается. А, это из этого, да? Да, из этого. Точно из него? Ну, может из-за другого? Не, молодой человек, вы меня что за дурь держите? Вот, смотрите. Не, ну, как… Считайте, что у вас там написано. Это не… Именно из этого куска как-то… Как мне узнать? Дайте я сам посмотрю. Ну, отлично. То есть, это именно из него прям, да, отрезали? Ну, из другого, из такого же. Так из этого или из другого? Если из другого, то какой смысл? Вот она упаковка от того куска, что вот здесь нарезан сыр. А здесь упаковка упаковка. Ну, здесь написано… Ой, извините, даже с этого. Не, так с какого? Ну, чтоб я знал. Вот он. Ну, просто здесь не представлены никакой даты. Тут написано, смотри, на стикере, а дат здесь никаких нет. Ну, просто когда его произвели, чтоб я знал? Вы меня… Я не могу вам сказать… Ну, мне нужно знать. Я же не хочу отравиться. Ну, тогда… Тогда и надо его с продажи убрать, правильно? Ну, надо так попознать администратора. Можно. Не, ну, если вы не справитесь, то, наверное, да. Она тоже сам вам скажет. Она тоже не справится. Вот мы срок срезали. Здесь не написано срок. Ну, не написано срока. Это от этого куска, потом от того куска… Вчера знаешь, что мне сказали? Если из рук в руки, то можно без маркировки. Из рук в руки? Да, вот если вот так все… Вот он пахнет, выйдешь, у него вот эта вот херня. Да, сладые люди. Давайте сюда, сыр. Вы берете грязными руками кусок, раскрыли. Зачем? Вы его будете брать? Чтобы никто… Он надлежащего качества есть, мы его возьмем. Почему? Мы попробуем, возьмем. Сейчас корочку ешь. Вкусная. Самая вкусная. Ну, в принципе, она тоже съедобная, но… Я просто не валяю, может быть… Корочка эта, это выдержка сыра, поэтому корочку. Вообще, вы себя уже некрасиво ведете, а здесь спрашиваете… Да он же охранник, ему можно. За срок. Какой охранник? Да, смотри, Терни. Ты не видели, они в пятерочке людей сбивают? Ну и что, пускай в пятерочке он, но он же не здесь охранник. Так, иди в пятерочке людей сбивай, тебе только что женщина разрешила. Она в сырах разбирается. Иди в пятерочке людей сбивайте, говорят. Женщине все равно, иди разбивайте. Сейчас сыр доедет, и пойдем, давай. Мне, может, силы нужны? Что можно рассказать о этом сыре? Да, ощущения. Жесткие. Возможно, у меня вылетит пломба, и компенсировать мне это будет в магазин золотой. Я прям жесткий-жесткий. Конечно. Серег, позови сюда охрану. Серег, позови охрану. Так вот же охранник у нас. Серега, это не наш охранник. Позови сам сюда. Он не с нами. Он не с нами. Пойдем, где здесь? Давай, в карман положи. Не плати. Не купи. Дай, малыша. Все. Пожрали его. Взяли с собой. Не охранник того нет. Представляет у него. Как этого нет? Есть. Есть. Покупатель. Есть. Покупатель. Надо вести себя прилично. Он людей вьет в пятерочке. Он сюда коммерческую тайну пришел вычислять. Вот это. Пятерочки. Я так вижу. Что вы с чутникой, да? Она полунов потеряла. Ооо. Артистик. Мне кажется, мы зайдем к ней в отдел. Она, наверное, никак не помнит. Мы сейчас еще хамон есть пойдем. Пойдемте в хамон. Да, я что верил, блин. Ребята, я надеюсь, что это оплатит? Нет? Что? Мы к вам потом с этим подойдем. Конечно. Если он отличающего качества, мы, конечно, оплатим. И хамончик сейчас оплатим. Все сейчас оплатим. Хамон. Нет, хамон. Простите, вы администратор? Как бы не смешно. Простите, пожалуйста. Девушка, вы администратор? Я администратор. Идите, подойдите, пожалуйста. Я не хочу с вами разговаривать. Как не хотите. Мы же к вам со всей душой. Молодец. У вас нет палочек? Палочек. А, палочки. Ребят, слушай. Вообще классно. Какой даже выглядит не очень. Ну, если честно, выглядит это все так себе. Вова, не хочешь приобщиться к японской культуре? Блин, ну это что-то стрёмное. Вообще охрана жрет суши. Офигеть. Хамон, суши, сыры. Я устроился охранником, чтобы кушать в бесплатном магазине. Вот. И чем я, собственно, занимаюсь? Вот. Сначала предложу покупателям. Будете? Чуть попозже после вашего надпуса. Будете? Давайте мы сначала проверим вашу реакцию на это. Ам, 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 ам. Ну, в общем, никто не ест, поэтому придется есть мне. Серега? Нет, не свежий на вид. Ну, вообще, действительно, да. Но охранника нам не жалко. Глупость, любопытство и форма охранника придают мне сил, поэтому... Смотри на его голову. Чтобы не отравиться, я это... Одел форму. Снимай на видео. Ну, и... Ну, и... Видео, я не вижу. Они соленые. И какие-то пришли. Ну, это... Может, послушать, я не буду? Это лучше, значит. Если были соленые, то это точно тухлые. Вон там съемки тут. Незаконные. Здравствуйте. 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 А кто там нас снимает? Смотрите. Просто нас нельзя снимать. Мы серьезные люди. Нет, спасибо. Я обращаю. Правда. Видите? Неправильный охранник. Правильный охранник. Есть все, что дают. У вас большой закон? А вы, собственно, вообще от кого? Правила маркировки. У нас просто большой закон. Принимание. И поэтому мы кушаем все, что дают. Нет, вы от кого? Я с Вова. Я с Вова. Знаете, Вова? У него 11 друзей еще недавно были. Сейчас они ему уже не друзья. Вообще не понимаете. Вообще не понимаете? А вы охранник, наверное? Да. А, все сходится, да. Тогда вот ваш коллега. А почему вы тут к вам подошли? Ну, я хочу... Познакомиться. Или познакомиться? Со своим. Мухин там, говорит? Мухин там? Таких слов мы не знаем. Ну, потом оплачу. За ваш счет, правда, но ничего страшного. Ну, у вас больше денег. Вот у вас есть пальтишка, у меня нет. Да, вы же не кушаете то, что дают. Понятно. Да, да, да. В личных целях. Для домашнего архива. Не будем мы тут потом вот тут просматривать. Он потом сидит такой думает. А, давайте, мы пойдем. Школьники? Не-не, клади обратно, не будем это прочь. Школьники. Ну, как раз просим. Вот мы вот смотрим, да, вот... Смотрите, может это не по его части. Не знаю, он хотел поговорить. Может, я знаю. Я хотел поговорить. А вы потребители или представляете магазин? Я по поводу съемки. Что происходит? Ну, вы магазин представляете или потребители? Я и магазин, и потребители. Ну, тогда вообще неинтересно. Я не понимаю. Вы юлите, вы юлите, с вами неинтересно говорить. Нет, мы пообщают. Мы пообщают. Люди покупают товар. От кого вы говорите? От магазина или просто прохожего? Сам от себя. От прохожего? Да. Ну, тогда неинтересно, я же говорю. Ну, если вы как смените свой статус, возможно, нам будет интересно с вами пообщаться. А вы кто вообще? Не видно, что вообще кто? Охранник. Охранник? Служб безопасности, смотрите. Ну, идите, охраняйте. Я охраняю. Кого? Его. А вы? А вы? Можно? Я охраняю его. Я охраняю его. Яdays sameie. Охраняй ему лицо. У меня есть все признаки человека. У меня есть рук, руки, голова, у меня есть скелет похож на гомо спиенца, японская принадлежность. У меня полностью прямо на человека. Давайте без ментов, погнали. Не надо, пожалуйста, не надо. Нет, давайте, ребята, вы зашли сюда не по-человечески, вы зашли по-хамски. Мы почти один раз! Он вообще заполз. Он заполз. По признакам человека покажу. Было бы позвать старших здесь. Они стоят и открывают здесь товары и есть без разрешения. Понимаете? Вы как клоуны. Вроде взрослые люди. А как клоуны? Мне клоуны нравятся, между прочим. А Юрий Николин был почетным клоуном. К вам не было претензий у них. Они просто унизились недавно и очень расстраиваются. Пойдем. Покушать хочешь? Бесплатно. Камичина, а вот правильно ли это дата и время изготовления не собираются за то время упаковки? А как это одновременно? Ну вот как это? Я опять не понимаю. Попробуем? Может просрочно? Как минимум можно попробовать. Знаете, кто меня будет угощать? Смотрите. Опаньки. Опаньки. Кто это такой? Если я переводил. Никто не записывает. Ну ладно, вот так. Вот так промахнусь. Вова, потом будет в комментариях отдох. Не жри руками. Вау. Тут его не было. Что там значит? Нет, пожалуйста, только нет. Состав есть, упакованный есть, дата про изготовление нет. А изготовление у всех этих нет? Время изготовления 7 часов. Вот сзади там нет ни у кого. Покушаем? А, вон они. Да, да, это вот все это. Да. Прости, пожалуйста, ложечек у вас нету? Ложечек одно разу. А на пробу нету? Дегустирую. Жалко. Мы тут просходим, все пробуем, поэтому мы хотели бы попробовать тоже. Охранники. Осталось только день. У меня изготовления нету. Ну, маркировка не соответствует. Ты свою маркировку наклеил только что? Нет. Павлик, ты ртом распечатал. Ну, школьники воруют что-то, воруют, смотрите. Угощайтесь. Ребята, вы так встали, вот если бы я был охранником в магазине, я бы сказал, что вы что-то воруете. Не более 72 часа, правильно? Да. С какой момента непонятно. Угу. Кушаем. Да. Эклерчик, кто хочет? Пойдем. Только есть один. На двоих. Будешь? Ух ты ж, ё-моё. Ох, красавец какой. Что с этим бомбил? Смотри, какая хорошая цена. Иди. Кто там? Кто самый тощий? Кто может снять? Я самый. Кудой, наверное. Сними. 7,921. А это у вас для демонстрации или это можно есть? А это я не могу. А какие есть? Свои представители. С вами они сами. В смысле, а как это? А какой-нибудь хамончик вкусный, дорогой можно нам? Вот такие есть, пожалуйста. А это дешевка. А это 7000 стоит. Восемь. Такие нет. Такие нет. Ну давайте хамончика вот этого попробовать, да? Вот который темный. 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 2537. Ага. Сколько? Грамм 200. Люди много. Да. Слушай, Павлик, а вот смотри, вот тут вот было бы видно, вот Борисы приблизь, тут потеет просто потеет. Сейчас скажу, в принципе ничего страшного, потому что у них даже на упаковках пишут, что даже если нарушена упаковка, все равно сургодность сохраняется. У них, я вижу, оболочка есть какая-то. Просто они вяленые, им действительно пофиг все. А сургодность, слушай, а подожди, а при какой температуре это ухранить? При комнатной? Это надо смотреть. Сургодность при температуре от 2 до 6, 24 часа. И... А здесь сколько? 24 часа от 2 до 6 градусов. Здесь градусов 20. А он сверху лежал? Да, да, вот сверху. Это все время личная ошибка. А, ну мы... Тогда вы должны написать, что в такой температуре... Столько-то часов, да. Кто хочет блинчики? Ну, конечно, теплый в холодильник нельзя сувать. Но если вы вытащили, держите они без холодильника, то вы должны были указать, что хранение в такой, вот здесь, в такой температуре столько-то часов. Там, как правило, несколько часов. Павел. У меня по-моему вопрос. Слышишь, что-то очень что-то. Кусочки рыбы, они какого-то черного прям цвета, написано срок упакованного, 10 числа упакованного, времени нет. Единственное, что из хранения, это 12 часов упакованного. Время не указано. Да. Ну, время, во-первых, не указано. Во-вторых, я у продавца, который там стоит, прям прям в прямой спрашиваю, а когда он был упакованного? Говорит, уже неделю лезет. Пойдемте. Пойдемте. Я сейчас только заслужу. Хамончик принесли. Ни срока годности, ни даты изготовления нет. Но только упакованное все, да? Макухи? Конечно. Мне кажется, такой же, как там. А блинчики никто не хочет, пацаны? Хамончик или блинчик? Хамончик или блинчик, ребята? Кому-кому-кому-кому-кому-кому. Это за четыре с половиной. Ну, это за две, а? А, за две, да. Ну, тут вкуснее, конечно. Забирай. А, ты имеешь в виду дык? Ну, вот эти, да. Вот внизу, которые. Будем брать? Нет, вот эти упакованы. А это что, тунец? Да, тунец. А дайте, пожалуйста, один упаковочку, любую. Ну, мне кажется, давно лежат. А нет, целую неделю, да, уже? Красиво. Да, он моргнул просто. Плюс два, плюс четыре, хранить. Сколько непонятно хранить? Ну, двенадцать часов. Двенадцать часов? Сколько? Девять. Ну, тут двенадцать часов написано. Там двенадцать часов написано. Только сегодня. Как это так, а не сегодня? А, просто сегодня переделали новый стикер, да? Да. А вы делали новый стикер? Или кто-то другой. Вы делали? Я понял. А есть от рыбы аннотация? Нет. Нету? Зима. Зима. Зато честный человек. Спасибо. Спасибо, да. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Он темнее, чем красный. Обычный. Расскажите, что нам поведал продается? Неделя уже лежит здесь кусочек, как будто бы сегодня упаковано. Я говорю, вы наклеили новые? Он говорит, да, сегодня новую переклеил. А вас заставляют так делать, да? Руководство? Они девять суток хранения. Девять суток хранения? Да, просто в аннотации обычно... Они завтра закончатся. Ну, как бы упаковано оно сегодня, да? Сегодняшним днем получается. Ну, там не девять суток, здесь двенадцать суток написано. Ну, плохо, плохо говорить руководству, что нельзя так делать. А аннотацию как можно в руководство спросить? В руководство, да. Что, я думаю, звать надо руководство правильно, все поели. А можете позвать руководство, у вас есть связь какая-нибудь? Так, в Алых Парусах есть полный спектр продуктов для бесплатного употребления. Они с нарушением срока, ну, с нарушением маркировки, поэтому их можно кушать. Но только, главное, оставить чуть-чуть и за товар ненадлежащего качества платить потребитель не обязан. Соответственно, тут мы уже кушали кахамон, сыр там твердый, там пармезан или что-то такое. Нашли блинчики также, но их не пробовали пока. И вот нашли сейчас... А, это каша манная на молоке. То есть полный спектр, можно прям с утра заходить, в обед и вечерком. И кушать. Пользуйтесь. Да, это лайфхак, ребят. То есть это все законно. Все по закону, бейбет. Как вам объяснить? Все включили? Все включили. Все камеры работают. В старшем полиции молодых на водосчет. Молодец, что происходит? Как вас вызвал? А? Как вас вызвал? Охранник. Охранник? Вы вызвали? Тут ничего не происходит. У кого-то, кому какие-то претензии есть? Ну, к вам пока нет. Пикник к этим людям только нет. Молодец. Вы уже сегодня не первый раз встречаетесь. А, вы тоже там были, да? Да. Среди 11 бездельников? Были. Ну, я бездельников не был. Это был 11, видишь? Не, ну может быть вы там недолго были, я вас просто не запомню. Мы сейчас на службе находимся. Ну? Непонятно, чем же. Мы тоже. К сожалению, непонятно как раз наоборот. Что делали 11 человек там, где ничего не происходило? Смотрите. Среди людей никто писать не хочет. Пока все. Ну, мы пока тоже. Вы не будете писать? А пока тут... Ну, можем вам, собственно, пояснить, если вам для общего развития, да? Смотрите. Тут есть продукты, на которых нарушена маркировка. То есть, непонятно, когда они изготовлены. Вот, допустим, хамончик, да? Наверное, вам зарплата не позволит, в общем, это купить. Ну, вот, смотрите. Тут непонятно, когда он изготовлен, да? Тут только дата упаковки. Вот. Да. Ну, я бы себе, допустим, не покупал его. Ну, вот. Смотрите. В общем, не позволяет тут определить, когда он изготовлен и упакован. Соответственно, мы на вкус, как бы, пробуем, да? И убедимся, что он просрочен. Товар ненадлежащего качества. Мы сейчас, собственно, будем вести переговоры с администрацией, чтобы это все утилизировали. Вот. То есть, санкционный продукт, как Владимир Путин сказал. Да, он подходил, только ушел сейчас куда-то. Но там никакого конфликта, как бы, не было такого. Вот. Так что мы не знаем, как вас вызвали. Вот. Единственное, что охранник там кидался, отказывался удостоверение показывать. Вот. А, мы уже полчаса или час ждем. Никто не выходит. Будешь заявление писать на охранника? Ну, нет, я не хочу заявление. Я просто оставлю. Да? Я же терпел. Так. Пусть питаем, если я терпел. Чтобы не кидался на людей. Там около этого. Я оставлю заявление на охранника. Это быстро. Ну, как же, а на бутылку посадить. Ну, да. Ну, Володенька, решай сам. Ты у нас потерпевший. Я, молодые люди, вас предупреждаю. Если кто-то воспримет это как оскорбление, запишет заявление. Кто? Ну, например, охранник. Либо кто-то посетит. А кого мы? В таком случае. Что оскорбление? Что оскорбление? А если я убегу от вас? Ну, будем догонять. А вы не догоните меня. Нет, что воспримется как оскорбление, чтобы нам понять? Не я. Это кто-то из злодоохранников. Нет, а мы никого не обзываем. Зачем выделение? Вы можете взять паспорт и читать это. Да я вас предупреждаю. Я веду профилактическую беседу. Нет, смотри. Профилактическую беседу нужно вести с правонарушительными. Мы никаких правонарушений и преступления не совершаем. А если вы Don't look for the وقت, ли вы не совершили, аがenschaft для нас? Господин полицейский. Господин полицейский. Я уже принимал какие-то waiver. Господин полицейский, вы хотите обратиться к Вам. Если меня оскорбляйт их поведение, вы их сейчас заверете? Пишите заявление. Я вам устную говорю. Нет, пишите заявление. Устной я вам делаю заявление. 735 приказ, мне это позволяет делать. Заявление должно быть чистое. Устного не может быть? Представьтесь, пожалуйста. Я вам представился. Мне? Да. Когда? Я когда подошел, представился. Врать нехорошо. Мне бы могли сказать. Врать нехорошо, полицейский. Нет, кого у вас? Мне нет, конечно. Я представился вам. Мне могли бы сейчас представиться. Сейчас могли бы мне представиться. Встать на полицию в Агуре. Спасибо большое. И вы говорите, что устные заявления не принимаются сейчас. Но если у вас какие-то признаки инвалидности, вы плохо видите. Вы не можете писать. Если вы хотите оскорбить, я хотите оскорбить, я оскорбился. Нет, я вам объясню. Я оскорбился. Вы тоже сейчас тогда себя повезете в отдел? Вот я оскорбился, ваши слова. Он-то повезет себя. Ну да. Считаю, что нужно взять вашу напарник. Может, можно что-то ссадочкой. Если у нас нарушники есть, мы можем вам их одолжить. Одолжить вам где напарник? Нету. У меня есть. И все. Так, у нас мало вопросов и не было никаких. Не, пожалуйста, проходите. Проходите, проходите. Я просто футболист приехал. Так. Ну, в принципе, ты будешь что-то по охраннику делать? Тогда, может, отпускаем? Отпускаем, да? Ну, давайте отпустим. Дайте мы вас отпустим. Да. И начальству доложите, что мы вам выдали нормальные бронежилеты, на которые вы нормально сможете сделать, разместить нагрудный знак. Да, уже не знаю. Слушайте. Слушайте, вам ходить в этом? Вам в этом ходить. Слушайте, мы там можем написать все, что угодно. Но вам в этом ходить, вам в этом служить. Понимаете? Аэропорта пишите, правильно. Всего доброго. До свидания. Ждите меня в гости. Ну, так что заявление они не принимают. Бегите, это кому? Ребята, он не в курсе. Когда-нибудь статки... Способ обращения, как можно оставлять заявление полицейского? Что там? Он заляпал камеру жирными руками, он ел хамон и заляпал. Вот, 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 на корпусе камеры. Это я очень не жалову. Вы вот, если суши берете, вы смотрите. Во-первых, тут неизвестно, когда они изготовлены. А во-вторых... Дайте. Ну, не здесь. Здесь все нормально. Не, 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 смотрите. Тут упаковано написано, но неизвестно, когда изготовлены. Так что вы можете их покушать и не платить за них. Я просто рядом здесь живу и периодически беру их и... Ну, просто вот, не такие мы брали, а там с рыбкой, они что-то вообще, ну, никакие. И там, вот, это неизвестно, но нарушение мархировки неизвестно, когда это изготовлено. Но я думаю, сейчас мы это исправим, конечно, но просто на всякий случай, чтобы вы знали, чтобы вас не обманули. Спасибо. А я вот отсюда просто вижу, он 10-го числа, смотри, вообще в 3.55... Ой, я думал, тут стекло. 3.55 делали? 12 часов посолной продукции. Даже прямо с 100-процентной просрочкой. То есть, я так глянусь решил. Ну, он тоже, наверное, да? Да, 12 часов. То есть, тут много просрочки просто так. Давайте заберем просрочку, давайте отсюда. Просрочка прямо? Да, я тебе говорю. Я думаю, он уже дошел кучу всего просрочек. Псих. Я говорю, его держать надо. Ущерба могу... Сургон, если 12 часов. Что происходит? Изготовлено. А, тут вообще срок изготовления нету. Не, ну, если... Даже если отупаковано, как бы, ну... Я поэтому люблю, у меня когда супер. Балык. Покушаем. Семьдесятая, я не понял. А где срок годности? Куда вы сходите? Вот, 12 часов, смотрите. Но срока изготовления нет вообще. Но даже если не упаковано, отупаковано считать, то в 2 часа уже прошло 4 часа назад. А, вот там, 2 часа, ребята. А, 2 часа вообще упаковано. Как же? Как же? Мы же с вами вежливо общались. Я в том, что мы не можем поправиться. Как так-то? Ну, в чем выражено было хамство? Ну, вы сами знаете, я вам уже говорила. А мы вам грубили матом на вас рукой, если что? Ну, как будто... А, в себя вызывающей. Так себя изначально поверили, когда только зашли. Мы на вас матом рукой. Дело в том, что... Я, допустим, верующий человек. И для меня вызывающий, чтобы голову не покрыли. Вы знаете, сколько у вас конкретно, да? И вы смотрите, когда мы все найдем, правильно? Я вам ответю потом на все ваши вопросы. Смотрите, мы хотели бы не перекладывать на себя всю вашу работу, поэтому мы хотели бы вас как бы запрячь, как лошадей. В смысле? Вы меня запрячь, как лошадей. Мне уже не нравится, как вы со мной разговариваете. Во-первых, я женщина, это а. А лошадь, это не мужчина тоже. А лошадь уже во старшем. Как бы должно быть... Ну, какой-то лексикон у вас должен быть немножко другой. Да, просто нам обидно. Вот поэтому я не хочу с вами разговаривать. А нам тоже обидно. Вы всего лишь смоделировали ситуацию. Просто обратите... Нет, ну можно так, чтобы моделировать ситуацию. Ребят, я все вижу. Давайте со мной. А, я в отличие от них, я достаточно культурный, я живой человек. Я так рада. Да, ведь у меня седина не может неприлично грубить. Седина вежливости. Обратите, пожалуйста, поднимайся. Обратила. Я так понимаю, что здесь прошло 12 часов. Вовремя не украли. Наша вина. И не только. А дальше вам Павел объяснит. Павел, объясните. Смотрите. Рыба, тунец, дорогое удовольствие. Культура? Такое. Дорогое удовольствие. Подходит, спрашиваем. Ну, вот тут упакованы сегодня, да? Да. 12 часов. Время упаковывания нету? Это обязанно. Наскарапортишься. Прямо точно время нету. Сколько оно у вас? Он говорит. Неделю уже лежит. Я говорю, неделю? Ну, тут свежая маркировка. Неправильно он варьет промышле. Я говорю, а это вы что? Так он сказал, что вы заставили ее менять, переклеивать. Дело в том, что... Дело в том, что... Вот здесь на самом деле есть на ширинах, потому что у нас в составе. Некоторые печатаются, да, например, на какой-то товар состав. И время, и дата идет. На некоторых только пишется. Ну, да, контролирует. Я понял. Нет, здесь не указано на время. Так я дело в том, что спросил сегодняшнюю дату. Он каждый день, ну, печатают. Он нам это сказал. И вот у вас... Я говорю, а это что ли вы напечатали? Мы не можем каждый день. Мы магазин премиум класса. У вас это не приветствуется. Все блины вот выкидывайте вот оттуда. Вот видите, блины все выкидывайте. Не после нас, давайте сейчас. Вот люди сейчас суши покупали, да, которые неизвестно какие. Я знаю, что делают магазины. Мы на 100% уверены, что он говорит правду. Вы действительно этим химичите. Потому что мы понюхали эту рыбу, она не свежая. Анотацию дадите мне? То есть он врет? Он врет. Он своего работодателя оболгал сейчас, правильно? Он просто вам сейчас неправильно изъяснился с вами. Слушайте. Потому что у нас... Проинструктирован по-другому, говорите, я понял. И у нас, да, у нас совсем другая система работает. Стратегический ход. Да, уволили. Он у нас никогда не работал. Дайте, пожалуйста, аннотацию на рыбу дайте. Я сейчас не могу дать, потому у них, у ребят, я... Ее нет. Ее нет. Не знаю. Нет, у нас все есть. Он сказал ее нет. У нас маркировки, серовки. Сейчас смотрите, что получится. У нас все приходит и все клеит. Если маркировки нет, значит он говорил всю правду. Потому что он сказал, что маркировки нет. Значит все подтверждается. Подверждается. Дайте маркировку. Ребят, вот вы как-то приходите, да, вот в такой момент выходные дни вечера. А когда удобно... У вас таки быстро нам так же говорили. Нет, потому что есть такие документы, которые не могут находиться у продавца, которые находятся у менеджера. Это для всех покупателей эти документы же. Конечно, нет ни менее. Хорошо, давайте закроем магазин. Когда вам удобно предоставлять документы, в этот день вы открываете магазин и продаете, а в последний день вы закрываете. Здравствуйте. У нас всегда есть документы. Просто есть такие документы, которые проявляются конкретно у менеджера. Вот и пришли вы утром в 9 часов, и только в 6 часов вечера. Пожалуйста. У вас почему-то выходные, только ночи. У вас почему-то выходные, только ночи. Смотрите, дело в том, что на данный момент магазин оказывает услуги, продает товары, не отвечающие требования безопасности. Вы это понимаете? Понимаю. Вы понимаете, что это уголовная статья? Конечно, понимаю. Но до уголовной статьи мы еще не дошли здесь. Ну как нет? Здесь вы каждый день перекидываете. Есть? Это надо доказать, что мы как-то здесь. Вот он сказал уже. Я не знаю, что вам сказал про документы, кто там вообще стоял. Дайте нам маркировку, и мы сразу поймем. Свежим, осознанно вы делали это, маркировочку абсолютно. Я сейчас посмотрю, сходу на менеджеров и посмотрю эту маркировку. Где он может быть, что нет. А по поводу блинов сейчас я уточню, ребята. Давайте, да, как-то быстрее это решать, потому что иначе будет по-плохому. Ну иначе будет по-плохому. По-плохому будет совсем плохо. Все, кто к нам не очень добры, потом плачут. Некоторые даже за маму прячутся. Ребята, пришли. Снимайте все блины. Да. Блины все снимайте. И сразу тогда сделайте на блины. Я сейчас не могу это сделать. Я администратор, ребят. Я администратор, я не могу это сделать, это списывают менеджеры. Мы их только сны, выходной. У них рабочий день, у менеджеров с 9 до 7 часов вечера. Дело в том, что к вам претензий нет, претензия к бизнес-модели магазина. Именно бизнес-модель ведения работы, она неправильная. Здесь неправильно указаны все принципы, которые должны быть. Поэтому не расстраивайтесь, это не ваша вина, это вина руководства. Мы вас просим, его предоставим. Я вам и не могу это предоставить, потому что я этим не занимаюсь. Я администратор торгового зала. Я их убираю с витринц. А списание будет заниматься? Не отмечать. Мы с документом менеджер, то, что мы занимаем, в администратор, менеджер списал. Документ замышлен, только тогда, когда мы начнем. Утром, приятно. Я плачу, что утром они будут как в подвергшем состоянии. Конечно, потому что я здесь не могу. У меня функций нет. Очень плохо. Почему? У каждого есть своя в магазине ответственность. Понятно, очень плохо, что он не работает сейчас. У нас менеджеры нет, они работают. У них присединить, они работают с 9 до 7. Вы можете доловить своему руководству, что такая необходимость? Я не могу, я обязана это сделать. Правильно, такая необходимость возникла. И она была всюду давно. Конечно, конечно. На зрение. Ну все, она вас не задержала. Может, идти. Маркировку сейчас посмотрите. Я не забыла. Мы по опыту уже знаем, что у вас нет на нахвате. Значит, не врал, не врал. Нет, если завтра кто-то из вас не поменится к нам прийти. У нас будет управление. Может, вы к нам? У нас будет полдесятого. Нет, я не хочу. Нет, ну не вы, а управляющий. У меня работа своя есть. Пожалуйста, полдесятому кто-нибудь подойдет и все покажем. Вот за документы, за документы, за нотации даже будет. На почту можете подписаться на почту. Сфотографируйте и выставьте. Могу. Можете. Да, только за этим. Потому что давайте скидем ручку, стикеры. Сейчас сделаем, хорошо. И мы тогда даже не придем. Даже вузы, да, по сто раз. Правильно? Я думал, Лова, зайдите. Вы знаете, мне вообще-то, если честно, без разницы. Мы надеемся, и маркировки будут. Я просто не всем владею. Я говорю, я еще раз, это все администратория. Да, всем владеет, это только Володя. Это не мой район, это соседний район. И то не этот, а Путин. Ну нет, Путин здесь, я не пущу. А пущу. Пущу. Напишите, пожалуйста, вот, точный и что. Вот вы как-то неправильно немножко изъясняетесь. Вам не аннотация нужна. Вам нужна, я так понимаю, паспорт на рыбу. Ну, то же самое. Паспорт на рыбу, аннотация производителя. Потому что у нас это очень строго. Да, и чем можно будет подтвердить, что там аннотация к этой рыбе? Ну, извините, как я вот вам могу. У нас вот... Вашь ничем. Все, нет. У меня, кроме этой аннотации, никакой другой не будет. Я ее ниоткуда не возьму. Я ее возьму только от того, что мне предоставил поставщик. Правильно? Он мне взял, предоставил. Она у меня есть. Я ваш коллегу. У меня аннотации. О! На любой день. Значит, вы неправильно работаете. Да, это что-то у вас неправильно. Тем более рыба. У рыбы срок хранения самый большой. 9 суток. Рыба. Сроки такие. Да не переупаковывай. Ну вот, человек только что сказал. Бег даже ушел у вас. Смотрите, бег, он сейчас вернется с моего места. Ну, во-первых, можно сделать 50% стыку, он нейтрально изъясняется немножко. То, что у нас не продают в течение 12 часов, это все идет на утилизацию. Все, сделали, не продали, утилизировали. Через 24 часа, я смотрю, минимум. Вот чем дело. Ну, бывает не через 24 часа. Ну, очень. Скорее всего. Просто не хватает времени. Не хватает времени. Так как у нас магазин круглосуточный, да? Один продавец, у нее очень большое время работа. Не успеваем, да. Но что утилизируем, это 100%. Ладно. И не перекручиваем мыль. Все, вы все поняли. Всего доброго. Нет, нет. Приходим, это мы куда. Это мы куда деваем то? Списание. Съедаем. Да нет, то, что вы мне испортили, вы должны оплатить. Нет, дело в том, что вы не испортили, оно у вас уже было испорчено. Ничего себе. Свежий хамон испорчено. Конечно. Скажите, где срок годности, скажите, где он. Если докажете, что он свежий. Ну, срок годности. Вот завтра я вам на хамон дам, и вы потом придете как раз оплатим. Ну, завтра я оплатим, да. Да. Прям согласна с вами. Хорошо. Все. Тогда все, никакие претензии. Только в следующий раз немножко надо помягче. 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 У нас уже немножечко, знаете, вот... Если вам будет как-нибудь хулиган хранить, я сразу прийду. Не, ну правда, некрасиво. Можно же было под этим сказать? Можно, под этим странным? Мы такие-то, такие-то. Мы хотим вот это, вот это. А устроили сыр, понимаете? Устроили сыр. У меня просто полицейские завели 11 голов. 11 голов, представляете, нагнали к нам вот, ну, соседней. В щуку. В щуку, да. Глаза у вас там с Марином Каломсом, что-то нормально. Нет, у меня там вообще свои люди просто, поэтому нас там не трогали. Марина Николаевна, хорошая пятница. Да. У нас все хорошие. В нашей компании все хорошие. А Юрик Владимирович? Ну, пока не очень. Вот я тоже скажу. Всего доброго. Видите? Жалобы только на охранника Юрика. Это был у нас второй магазин Аллы Паруса. Первый был в ТЦ Щука. А сейчас это у нас был... Тоже Аллы Паруса. Тоже Аллы Паруса, но только напротив, да. Тоже на Щукинской, но напротив. Вот, в общем, все тут было опять плохо. Ну, опять мы поели просрочки. Опять утилизировали целую кучу якобы просрочки, да? Ну, скорее всего, просрочки на самом деле. Нет, там есть и 100% просрочки там есть. Некачественного товара, в общем, много очень. Вот. Ну, а вы следите за сроками годности. Подписывайтесь на канал. Поставьте этому видео лайк. И много-много комментируйте. Это продвигает видео. Да-да-да. Распространяйте в соцсетях. Подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Ставьте лайк, я уже замерз. И группу ВКонтакте тоже. Подписывайтесь на Володю. Вот на этого, на этого, на этого. Подписывайтесь на мою. А вам шум ветра. Все, все. Шум ветра. Шум ветра. Все. Боритесь за свои права, пацаны. Пол ролика снимаю. Вот. Пол ролика, да. Кормичина делает обзор на меня. Давайте. За вами, Светлана. Жестокий охранник.